И вот, наконец, всё позади. Полярная ночь. Угроза быть раздавленными льдами за тысячи и тысячи километров от родного дома. В середине лета все, кто следил за событиями берегов Антарктиды, узнали. Летакол Владивосток, попреки предсказаниям многих, даже опытных моряков, пробился к Михаилу Сомову и вывел его из опасного района. Дорогие товарищи! Вовремя, внимательно! Вовремя, внимательно! Вовремя, внимательно! Вовремя! Вовремя! Какой же дорогой ценой даются даже крупицы знаний об Антарктиде. И сегодня она так же негостеприимна, как и в те далекие времена, когда русские моряки впервые подошли к ее неведомым берегам. Позади почти год разлуки с родными и близкими. Позади тревожные дни, бессонные ночи и тех, кого мы не видим в этих кадрах, спасателей, выручавших своих товарищей из беды. О том, как это было и что произошло там, на противоположном конце света в Антарктике, я расскажу, используя свои дневниковые записи участника специальной спасательной экспедиции. Последний порт стоянки. Филингтон. Пресс-конференция на борту ледокола «Владивосток». Как мы планируем оказать эту помощь и какие наши планы? Ну вот это специальная экспедиция. С журналистами выступил начальник экспедиции Челенгаров. Войдя в зону Сомова, мы отвечаем за Сомова. Мы вот в данной ситуации отвечаем за Сомова полностью. И на нас бы серьезная ответственность в этом плане лежит. Вот какие еще? Что еще можно рассказать о том? Были вопросы и капитану Антохину. Главное значение, что довезти, конечно, палубный груз, бочки с керосином, которые на палубе, сегодня еще раз подкрепили, проверили, и вертолет. О положении в районе Дрейфа говорил директор Института Арктики и Антарктики Круцких. В этом районе были раньше Дрейфа судов, однако необычная ситуация состоит в том, что Сомов очень долго дрейфует и вынудил нас идти на его выручку. Идет уже четвертый месяц Дрейфа Михаила Сомова. Топливо на борту судна почти на исходе, и наша спасательная экспедиция – это единственная возможность помочь попавшим в виду товарищам. Нас на судне 117 человек. Во все времена Арктику и Антарктику осваивали люди молодые. Вот и наш экипаж комсомольско-молодежный, хотя многие уже не раз бывали в высоких широтах. Артур Николаевич Челенгаров – опытный полярник. Пожалуй, трудно узнать его на этом снимке. Начальник Дрейфующей станции «Северный полюс-19» тоже, кстати, комсомольско-молодежный. Есть у нас и свои ветераны. За плечами дублера капитана Садчикова 40-летний опыт работы во льдах Арктики. Однако нашей экспедиции многое предстоит сделать впервые. Впервые ледокол направляется в прибрежные воды Антарктики зимой, где никто никогда в эту пору еще не был. Это может показаться странным, но, готовясь себя к работе в тяжелых антарктических льдах, моряки больше всего опасались перехода по чистой воде. Здесь, в 40-х и 50-х широтах, даже отголоски штормов небезопасны для мореплавания. Вот и сейчас, впереди по курсу ледокола гуляет волны высотой с трех-четырехэтажный дом. Очаг смещается в восточном направлении, а волна юго-западная. Пять метров, пять метров. Суммарно вместе. Я думаю, этот дом, она задержится... Оперативное совещание штаба экспедиции было коротким. Вот мне тоже так кажется, что если она так, она об нее... Юго-западная зима, достигающая времена, и 9 метров. И напускается в четырех-пяти метров. Дождь с граду, видимо, 4 километра с 8-ми пояснением. На 4 дня. На какой район оттуда? Это наш район, постоянно дают вот квадрат. Юго-западная зима, достигающая временами 9 метров. Ну, юго-западная зима, временами 9 метров. Я понимаю, я понимаю. Но это хватит. Надо рывок делать и подставлять один борт, то есть бочки смоют только с одного борт, а то второй довести. А двумя бортами сразу к лоне мы не можем... Нет, я думаю, что вот мнение общее. Больше момента нам богоприятного, как сейчас есть, нам не поймать. Решение, Геннадий Иванович, трогаемся? Трогаемся. Все, какие вопросы, товарищи? Я не могу бы трогать. А? Поехали, да? Да. Океан перекладывал ледокол с борта на борт каждые 8 секунд. Эти кадры сняты, когда крен чуть превышал 20 градусов. Даже при такой качке трудно устоять на ногах. Порой крен ледокола достигал 50 градусов, и снимать было уже невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На пятый день, наконец, укрылись от шторма со скалистыми берегами острова Окленд. Подсчитываем наши потери. Ударами волн сорвало парадные трапы спасательную шлюпку с левого борта. Смыло в океан около 200 бочек с горючим. Четверть от общего количества. Каждые четыре бочки час полета на вертолете. Потеряй больше, и сомовцев не спасешь. Общесудовой «Аурал» длился почти сутки. Разбирали завалы, и все крепили заново. Работа тяжелая, но после качки она оказалась нам отдыхом. Не очень-то хотелось думать, что впереди опять переход по чистой воде. Идем мимо острова Кэмпбелл. Это последняя земля на нашем пути. Радист новозеландской метеостанции пожелал нам счастливого пути и удачи во всем. Не рискуя быть нашими попутчиками, повернули обратно на север огромный с трехметровым размахом крыльев «Альбатросы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова